Светлана Зейналова упорно шла к своей мечте. Стать модельером одежды, иметь свое ателье, заниматься любимым делом. Вот это мое ателье, о котором я мечтала, наверное, с 12 лет моей жизни. Для этого я очень много училась. После школы я поступила в Московский технологический колледж по дизайну одежды. Отучившись там один год, далее поступила в Государственную академию церобытых услуг. Затем был год работы в Центре моды в Москве. Родом же Светлана из Архангельска. В старших классах я познакомилась с мальчиком из города Видное. Мы долго дружили, и будучи уже взрослыми, мы решили создать семью. Так я оказалась в городе Видное. Это были годы, когда многие государственные учреждения закрывались. В том числе и ателье по пошиву одежды. Частных было мало, а востребованность индивидуального пошива оставалась. Сложности были в тот момент с арендой помещений, потому что помещений в городе было не так много. Сложность была еще в том, что было сложно подобрать ткани и фурнитуру. То есть в тот момент кризиса и перестройки практически ничего было, нельзя нигде купить. Сейчас у предпринимателя большой выбор тканей, качественное швейное оборудование с большими возможностями шитья и много клиентов. Доволен качеством обслуживания в данном ателье. Работа персонала, вот Светлана, если не ошибаюсь, всегда отзывчивый человек, всегда, что называется, придет на помощь. Несколько места маловато, но в целом на качество обслуживания это не влияет. Швейное дело – увлекательный процесс, требующий большого терпения, усидчивости, профессионализма. Я с детства люблю шить, у меня бабушка была тоже швейой, но, наверное, это мне передалось. Довольствие очень огромное получаю, если человеку нравится. А бывают капризные клиенты? Бывают очень капризные клиенты, но мы как-то с ними справляемся. Маленькое ателье предпринимателя Зиналовой, теперь оно располагается на Березовой улице, выполняет ремонт одежды любой сложности. А мастер, имея уже более чем 20-летний стаж работы создания «Гардероба для модниц», мечтает передать свой опыт другим. В Ленинском районе нет ни одних курсов кройки и шитья. Портных уже мало где обучают качественно. Хотелось бы, наверное, проводить какие-то хотя бы мастер-классы. Для этого нужно большое помещение, конечно, не такое, как у нас. Для того, чтобы можно было принимать хотя бы студентов на практику на летний период. Или обучать желающих научиться шить, кроить одежду. Хочется пожелать Светлане, мастеру своего дела, осуществить и вторую свою мечту. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.